Коллеги, начинаем наше очередное заседание, вебинар. В этот раз он коснется такому важному аспекту, как разработка стандартов по ЭБС электронным библиотекам. Я думаю, сразу перейдем к делу. Думаю, не стоит всем представлять Козлову Елену Игоревну. Она известный специалист в этой сфере, сотрудник Российской государственной библиотеки. Что-то, может, она необходимое скажет о себе сами. Мы сегодня разбиваем наш совместный с ней вебинар на две части. Первую часть она расскажет о той работе, которая происходит с разработкой стандартов по теме электронной библиотеки. А вторую часть я познакомлю вас о начальном этапе работы над стандартом по электронным библиотечным системам. Вот такой краткий план. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня слышно? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Первая тема, как объявил Константин Николаевич, посвящена обзору стандарта, который был разработан в 2015-2016 году рабочей группой, в которую входили представители федеральных библиотек России, то есть трех национальных библиотек России, ГПНТБ России, библиотеки по естественным наукам Российской Академии наук. И речь идет о стандарте по электронным библиотекам. Основные виды, структуры, технологии формирования. Существует система стандартов по информации библиотечному и издательскому делу. Основной тенденцией развития которого в последние годы стала разработка стандартов, которые включают в себя технологические и терминологические аспекты, связанные с развитием электронных ресурсов, электронных сервисов, фондов, которые содержат электронные объекты. Так, в 2015 году было разработано и принято три стандарта. Это библиотечный фонд технологии формирования, комплектование библиотеки документами, терминологический стандарт, который содержит 120 терминов, и стандарт по электронным документам, основные виды, выходные сведения. Тексты этих стандартов, которые были утверждены в декабре 2015 года, можно найти по указанному адресу ProtectGhost.ru, это сайт Росстандарт. И в 2016 году, совсем недавно, была согласована и подготовлена окончательная редакция стандарта электронной библиотеки «Основные виды структуры технологии формирования». В настоящее время окончательная редакция стандарта размещена на сайте Российской государственной библиотеки. Вот здесь вы тоже видите адрес проекта, адрес документа, с которым можно ознакомиться, и он будет там находиться до его утверждения. Основными предпосылками разработки стандарта по электронным библиотекам стало многочисленное создание электронных библиотек различными организациями. И такая тенденция наметилась, что любой массив информации, будь это файловая система или отдельно размещенные файлы в виде ссылок, или это действительно какой-то объединенной информационной системой массив отсканированных документов электронных, или оригинально созданных электронных документов называют электронной библиотекой. Совершенно различные появились документы, которые регламентировали деятельность по созданию и введению электронных библиотек. То есть очень сложно стало взаимодействовать с электронными библиотеками. При комплектовании в библиотечных фондах также потребовались определенные действия, согласованные действия, которые позволяли бы рассматривать объекты комплектования именно как электронную библиотеку. Для комплектования и для использования электронных библиотек стала очень важна разработка неких рекомендаций и характеристик для оценки и, самое главное, для сравнения отдельных электронных библиотек. Потому что появление значительного количества электронных библиотек и электронных библиотечных систем привело к тому, что понадобилась некая сравнительная оценка, что лучше, что больше подходит. И, конечно, различие в терминологии тоже создавало определенные проблемы при взаимодействии как библиотечных организаций между собой, информационных организаций, так и производителей электронных библиотек. При разработке стандарта в основу был положен проект, европейский проект, посвященный разработке методологии и взаимодействия цифровых библиотек. Проект назывался DELOS. Это некая эталонная модель цифровой библиотеки. То есть, я подчеркиваю, это была эталонная модель. И также был учтен манифест цифровых библиотек, разработанный в рамках ЮНЕСКО. Эти документы были взяты в основу разработки стандарта, потому что международного стандарта на сегодняшний день по электронным библиотекам не существует. Есть только определение электронных библиотек в одном из международных стандартов. А вот здесь вот дана схема из проекта, из европейского проекта DELOS, где рассматриваются основные понятия универсальной цифровой библиотеки. То есть, не дается каких-то конкретных характеристик, не дается каких-то узких рамок, которые ограничивали бы развитие электронных библиотек, а дается именно общее такое представление, общая структура электронной библиотеки. Вот на это мы ориентировались при разработке стандарта. Ну, естественно, по правилам стандартизации мы основывались на международные стандарты. Прежде всего, это стандарт 2789, который был утвержден уже в 2013 году по библиотечной статистике. Ну, почему библиотечная статистика? Потому что в этом стандарте дается много терминологий, много понятий, связанных с цифровой средой. Мы использовали черновик, проект стандарта 5127. То есть, утвержденный официально этот стандарт есть 2001 года. Сейчас идет активное обсуждение новой редакции. Ну, и, естественно, мы основывались на эту редакцию также при работе с цифровыми объектами. И также мы учитывали стандарт по информационной технологии, терминологический стандарт 2382-2015 года. Кроме того, при разработке стандарта были учтены российские нормативно-правовые документы, потому что стандарт национальный и основная особенность национального стандарта – это как раз учет правовой сферы при разработке положения стандарта. То есть, это закон о СМИ, о средствах массовой информации, это закон о библиотечном деле, это закон об информации, информационных технологиях и защите информации. И совсем свежие изменения были внесены в закон о библиотечном деле, как раз о национальной электронной библиотеке, что очень близко к теме нашего стандарта. В результате длительного обсуждения, дискуссии, привлечения ведущих специалистов отрасли, то есть, это были не только те специалисты, которые были названы вначале в рабочей группе. В обсуждении приняло участие очень много специалистов, как библиотечной сферы, информационной сферы, издательской сферы. И в результате стандарт получил вот такую структуру. То есть, термины определения, которые относятся к сфере действия данного стандарта, виды электронных библиотек, структура, состав электронной библиотеки, функциональность электронной библиотеки, технология формирования, организация и архитектура. Как видите, структура, она, в общем, не совсем повторяет, но близка к тому проекту европейскому, о котором я говорила вначале. И здесь я кратко сейчас остановлюсь на тех разделах стандарта, которые были сейчас перечислены в структуре, в содержании, и остановлюсь на основных, наиболее важных значениях, которые были приняты в стандарте. Ну, первое, что вызвало наиболее длительную дискуссию при разработке стандарта, это само понятие электронной библиотеки. Существует несколько десятков определений электронных библиотек. Существуют кальки, переведенные, как правило, с англоязычных материалов, цифровая библиотека, электронная библиотека. Существуют различные толкования этого термина. Ну, вот здесь вот было все-таки принято, такое коллективное решение было, что электронная библиотека – это прежде всего информационная система. И эта информационная система имеет свою специфику по сравнению с другими информационными системами. То есть она является видом информационной системы, обязательным условием которой является наличие упорядоченного фонда электронных объектов и обеспечение доступа к ним с помощью единых средств навигации и поиска. Единых средств – это тоже является ключевым понятием. То есть таким образом, если мы имеем какой-то набор, отдельный набор файлов, файлов, которые представляют собой там электронные книги, электронные документы, то мы не можем назвать вот этот набор файлов электронной библиотекой. И второе, что очень важно, что также вызвало достаточно длительную дискуссию, введено понятие «оператор электронной библиотеки». Понятие «оператор» пришло из 149-го федерального закона об информации, информационных технологиях и защите информации. Вообще употребляются различные термины и владелец электронной библиотеки, и создатель электронной библиотеки. Но в данном случае было принято тоже такое коллективное решение, что оператор – это гражданин или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации. И принятие вот этого термина в значительной степени облегчило нам, конечно, работу с дальнейшим материалом. На что еще хотела бы обратить внимание в разделе «Термины определения» дано определение фонда электронной библиотеки и наряду с фондом дано определение коллекции электронных документов. То есть коллекция электронных документов является, частью фонда. Почему на это обращаю такое особое внимание? Потому что в англоязычной терминологии фонд обозначается как коллекшн, и у нас достаточно часто это переводится как коллекция, распространяя это на все значение фонда. То есть таким образом мы провели такое разделение. Есть фонд электронной библиотеки – это все, что есть, все объекты, которые есть в электронной библиотеке, а коллекция – это некое собрание объектов. Следующий раздел – это основные виды электронных библиотек. Выделены виды электронных библиотек по способу создания, по способу организации. То есть по способу организации вы видите самостоятельное встроенное, то есть то, что называется встроенное, еще гибридное у нас часто называется. Когда она вместе, то есть когда она или является частью другой электронной библиотеки, или она является частью общего фонда. По типу доступа выделяется вид электронной библиотеки. И по статусу. Здесь все статусы не представлены, это можно посмотреть в проекте стандарта, но выделены основные статусы, которые могут быть у электронной библиотеки. Следующие – это элементы электронной библиотеки. Из чего состоит модельная электронная библиотека? Это прежде всего фонд электронной библиотеки, это информационное и лингвистическое обеспечение, это программное обеспечение, включая интерфейс пользователя, техническое обеспечение, которое содержит аппаратные средства и средства связи в том числе. То есть таким образом мы имеем выделенные элементы электронной библиотеки, каждый из которых можно рассматривать более-менее подробно. И самое главное, когда мы говорим о каких-то отдельных специфических видах электронных библиотек, то как раз специфика этих видов электронных библиотек, она может отражаться в отдельных элементах. То есть таким образом мы сегментируем общее понятие и можем выделять в этих сегментах специфические детали. Фонд электронной библиотеки по тому, как это представлено в стандарте, состоит из фонда пользовательских копий, то есть то, что доступно всем пользователям, из фонда резервных копий, это обеспечение сохранности, и фонд страховых копий для обеспечения долговременной сохранности. Еще раз обращаю внимание, что это не жесткие рамки, что электронная библиотека обязательно должна иметь все эти три фонда, но если электронная библиотека имеет фонды, то они делятся вот таким образом. Причем на каждой из видов фондов, я имею в виду фонд резервных копий, фонд страховых копий, делаются свои регламентирующие нормативные документы и определяется порядок работы с каждым из представленных фондов. Электронная библиотека, все объекты электронной библиотеки обязательно поддерживаются метаданными, то есть описываются специфически. И виды метаданных, они представлены структурными метаданными, описательными метаданными и административными метаданными. То есть на каждый вид метаданных дается определение и предлагается их использование. А функциональность электронной библиотеки, она представлена обязательными функциями, то есть то, что должно быть в любой электронной библиотеке, без этого она не будет электронной библиотекой. Это имеется в виду формирование фонда, дальше рассматривается технология формирования фонда, это хранение и актуализация данных, это навигация и поиск, причем единая навигация и поиск, это информационная безопасность и управление системой. Другая часть функциональности электронной библиотеки представлена дополнительными сервисами. Дополнительные сервисы как раз они специфичны для различных видов электронных библиотек. Это приложение для создания новых объектов, инструментарий для проведения научных исследований или опытных работ. То есть это то, что может быть для электронных библиотечных систем образовательного направления, это может быть для электронных библиотек, научных специфических и так далее. И, конечно, в качестве дополнительных сервисов это интеграция с другими информационными системами. Имеется в виду создание каких-то интегрированных библиотек, которые могут взаимодействовать между собой. В части организации электронных библиотек рассматривается политика электронной библиотеки, дается определение, что это документированный набор правил и принципов, рекламентирующих деятельность конкретной библиотеки. И указано, что политика электронной библиотеки определяется в основном рекламентирующем документе, который может иметь различные названия. Это может быть и положение об электронной библиотеке, это может быть устав электронной библиотеки и так далее. и регулируется с помощью качественной оценки. То есть любая электронная библиотека должна быть организована, должна иметь свой прописанный регламентирующий документ. И последний раздел – это архитектура электронной библиотеки. В разделе архитектура электронной библиотеки не рассматриваются какие-то определенные технологии, не рассматриваются какие-то конкретные форматы, а рассматриваются именно общие направления организации информационной системы. Рассматривается возможность организации архитектуры по способу хранения, что может быть там локальной, облачной, по способу организации централизованной, распределенной. И подчеркивается, что архитектура электронной библиотеки не связана с электронной библиотекой. Таким образом, разрабатывая этот стандарт, мы постарались описать некую общую, универсальную модель электронной библиотеки. И на основе вот этого документа, на основе вот этого методического, рекомендательного, скажем так, документа, можно создавать уже дальнейшие какие-то конкретные направления, развивать какие-то конкретные направления для отдельных видов электронных библиотек. Спасибо. Коллеги, прошу задавать вопросы в вашей строчке. Елена Игоревна, она остается на связи. Сама она не попросила задать вопросы, но у вас есть возможность, так что пишите. В конце, тогда после моей презентации, она ответит на те вопросы, которые возникли по ГОСТу по электронным библиотекам. Ну а я тем временем тогда перейду к второй части. Значит, как вы видели, электронные библиотеки, понятно, это самое широкое понятие, которое только вот в нашей сфере может встречаться. И сам ГОСТ, он разработан, на мой взгляд, как некая философия подходов различных возможностей. Сюда многообразные виды и подвиды электронных библиотек могут войти, и частных лиц, и государственных организаций, и для образования, и для досуга, всего чего угодно. В то время как вот то, к чему мы переходим сейчас, это уже весьма специальный как раз вид электронных библиотек, как электронные библиотечные системы. Ну, я больше буду рассказывать не, в отличие от Елены Игоревны, не о уже конкретных как бы решениях, элементах вот этого стандарта, а скорее о задачах, потому что, ну, она кратко сказала, стандарт по электронным библиотекам, он находится как раз в самой завершающей стадии, практически он уже согласован, общественная дискуссия по нему прошла, вот осталось буквально формальности, чтобы он был окончательно принят и вошел в ход и в работу. В то время как электронные библиотечные системы только в этом 16-м году был запущен процесс, соответственно, вот сейчас на данном этапе и разворачивается дискуссия, к которой я вас всех и приглашу. Ну, а для начала краткая история вопроса. Мы не впервые к ГОСТу по ЭБС подходим. В 2009 году само это понятие вошло в наш быт, было включено в государственные документы, в АВГОСы, встретило такую немалую, я бы сказал, критику, как само понятие. И до сих пор понятность этого понятия под большим вопросом стандарт ставит задачу эту понятность, во всяком случае, создать. А в то время, как раз, кто помнит, были горячие дискуссии. И вот в момент принятия первого нормативного документа существовало три концепции, как называемых критериев ЭБС. Первый вариант, вокруг которого шли дискуссии, так скажем, вариант количественных различных критериев, это как раз то, что в то время лидер рынка и вообще начинатель всего этого направления БС Книгафонд продвигала. Вторая альтернативная концепция выдвигалась издателями, например, Инфроэм. Здесь на первый план пытались сформулировать качественные критерии таких требований. И, наконец, результирующие, вобравшие немножко от того и другого, но, по сути дела, совершенно самостоятельно, была разработана в Министерстве образования с так называемыми весовыми показателями, вошедшими в приказ, которым я тоже скажу. Вот этот приказ, вводящий нормативы ЭБС, был утвержден в 2011 году, а в 2014 году он, собственно, был отменен решительно, очень быстро. И вот сейчас мы с вами все находимся в ситуации отсутствия, по сути дела, нормативов. Существует несколько документов, где ЭБС упомянуто, откосы, некоторые приказы тоже. Но, тем не менее, этого мало, чтобы вот такую важную отрасль с таким большим количеством участников и с таким важной ролью в учебном процессе, чтобы просто ограничиться одними упоминаниями. Итак, ну, совершенно кратко, чтобы встроить нашу ЭБС в то, что говорила Елена Игоревна. Что такое ЭБС? Ну, в первую очередь, это электронная библиотека, поэтому, по сути дела, она подчиняется всем параметрам, тому, что говорилось в прошлом стандарте. Но эта электронная библиотека создается для целей учебного процесса, и это, как говорится, решает все. О чем должна речь вести в этих стандартах? Ну, по сути дела, о трех процессах, которые реализуются в ходе разработки, создания ЭБС. Что делаем мы и разработчики? Во-первых, большой пласт работ связан с разработкой программной оболочки. Ну, это, по сути дела, наша повседневная работа по созданию самой автоматизации работы, функционала и так далее. Вот. Второй очень большой пласт связан с созданием фонда ЭБС, агрегация контента, заключение лицензионных соглашений. И здесь возникает очень важная связка с правообладателями, со всем издательским миром, с которым мы контактируем. Вот. И, наконец, третья плоскость, в которой должны урегулированы стандартно быть все отношения, это взаимодействие с клиентами, вузами, библиотеками, продвижение продукта. Вот. Как вы видите, ЭБС, по сути дела, становится неким посредствующим продуктом между издателями и библиотеками. Без такого продукта, без программной оболочки, в которой продукты издателей появляются, собственно, никаким другим способом в информационной среде получить к ним доступ не нужно. Но вот эти вот три элемента, они и должны быть отрегулированы. Ну, а как пример, количество, во что это выливается, вот, например, наша ЭБС-университетская библиотека онлайн, это более 90 тысяч книг, различные форматы, курсы, книги, аудио, видео. Это почти 500 правообладателей на сегодня и более 500 клиентов. То есть, разумеется, интересы очень-очень многих субъектов затронуты и отсутствие нормативной базы, но это на сегодня даже очень странно. И понятно, что сам рынок, вот этот, описывающий вот эти отношения, он уже на сегодня, можно считать, полностью установился, стабилизировался, у него есть свой оборот и те, кого мы называем сегодня ЭБС, это около 15 активных игроков и коммерческие, и государственные, и вузовские здесь есть. Вот, важно, как такой знак стабилизации этой сферы, что с 2015 года ведущие ЭБС объединились в ассоциацию производителей и потребителей образовательных электронных ресурсов АПР. Вот, и собственно, на первом слайде вы видели, что вот вся эта работа собственно проходит под эгидой ассоциации АПР, или как еще и называют ее ассоциации ЭБС. В нее входит, разумеется, и издательство, и вузы, и все те, кто работает на этом. Поэтому создание стандарта по ЭБС в месяц это очень важный такой знаковый этап саморегулирования рынка ЭБС, который возглавляет вот наша совместная отраслевая ассоциация. Теперь, зачем нужен этот стандарт? Ну, во-первых, необходимо понимание целей и задач существования ЭБС, причем необходимо не только для тех, кто участвует в этом рынке, для клиентов, издателей и нас, но и для Министерства образования, потому что вот те документы, в которых, как я сказал, понятие ЭБС проявляется, даже невооруженным взглядом видно, что это совершенно разные подходы и совершенно какие-то субъективные, не озвученные даже так, я бы сказал, представления о том, что такое ЭБС. поэтому, разумеется, вот в таком документе миссия сущности ЭБС должны быть сформулированы достаточно четко. Вот, потом, конечно, это сфера бюджетных расходов и всех время от времени за эти расходы спрашивают, поэтому должны существовать нормы и критерии расходования средств, чтобы можно было сослаться на такой ГОСТ при принятии решения. Третий, не менее важный вопрос, вопрос качества образования. Не секрет, что когда рынок возникал, на этот рынок высыпало много различных субъектов, кто-то лучше, кто-то хуже, сразу возникли споры о том, что является качественным, ну и стандарты всегда создаются для того, чтобы обеспечить какой-то минимальный план, обеспечить гарантию уровня качества для общей системы образования. Это еще задача связи традиционных форм информационно-библиотечного обслуживания с современной информатизацией образования. Мы не можем создать сегодня электронную библиотеку, которая вообще никак не связана с традициями библиотеки, ее задачами, формами отчетности, ну и наши главные клиенты это библиотекари, они в первую очередь должны понимать, о чем идет речь и пользоваться мы должны по мере возможности традиционными библиотечными терминами. Ну и наконец пятую задачу, как я выявил здесь, это принципы добросовестной конкуренции, связанные тоже с вопросом качества, расходования средств, стабильности рынка. При существовании такого регулятора эти вопросы должны в принципе решаться сами собой и не позволять проявляться недобросовестной конкуренции на рынке. Ее на нашем сегменте тоже достаточно. Вот эти цели и задачи введения стандарта сегодня отражены в статье, которую я прикрепил для общего доступа, все можете ее скачать, она будет опубликована. Эта статья называется «Актуальные задачи стандартизации требований к электронным библиотечным системам в образовании обучения и подготовки». Это не рядовая статья, как вы видите в авторах ключевые люди в Росстандарте, в группе по разработке ЭБСа. Здесь есть и руководители этих групп Елена Игоревна в том числе. То есть это такое кредо формулировка перед тем, как сам стандарт будет в работе предложен его конкретизирующий текст. Два слова еще раз к истории, именно потому, что она достаточно богата. Как мне кажется, стандарты электронных библиотек, хотя электронных библиотек в тысячи раз больше, но эти критерии и требования не так остро обсуждались не на таком уровне, а вот ЭБС с самого начала на высоком уровне, на конференциях библиотечных обсуждались очень активно. И это потому, как раз, что бюджетная сфера связана с деньгами, сразу с рынками. И основной элемент в этом опыте это то, что связано с приказом 1953, который был введен в действие в 2011 году. Ему предшествовала дискуссия, его сопровождала дискуссия и последовала дискуссия. в общем это такая хорошая школа я считаю для того, чтобы и нам создавать сегодня стандарт было проще и уже действительно мы знаем какие задачи мы решаем. Вот. Поэтому в основу самой тематики мы кладем вот этот вот приказ как то, к чему все привыкли, да, и как то недостатки, чего тоже и достоинства все примерно понимают. Вот. А дальше уже мы пытались обобщить именно то, что не вошло тогда в нормативную базу, но зато очень выплеснулось в дискуссиях и обсуждениях профессионального сообщества. Из чего состояли вот эти элементы, которые нам уже более-менее знакомы. Ну вот в том известном вам приказе были сформулированы несколько технических именно, которые сегодня нас интересуют требования. Это доступ из любой точки интернет, это работоспособность, какие-то показатели на нагрузке, так скажем, сколько человек, скажем, могут одновременно работать с системой. Вот это все звучало тогда. Тоже как бы уровень мощности разработки информационной системы, так бы я сказал. Это наличие таких важных сервисов бесспорных, как полнотекстовый поиск, как статистика использования. Вот там было, например, введено и полное необходимости полного соответствия печатной версии. Вот этот момент был довольно спорный, потому что электронные издания, как вы понимаете, это не печатные, это наоборот интерактивные, мультимедийные. Но время показало, что это правильный был, наверное, пункт именно в связи с традицией и библиотечной публикационной деятельности в науке. Вот такая форма в полное соответствие печатной версии позволяет цитировать электронные источники так же свободно, как они сегодня цитируются в печатном пространстве. То есть, мы, может, еще будем говорить об этом. В ЭБС мы имеем дело не с электронным изданием, в первую очередь, а с электронной копией печатного издания. И это очень-очень существенный момент для нашего предмета. Вот это, собственно, те несколько пунктов, которые прозвучали технических, чисто технических, которые прозвучали в том документе и по нашему представлению в общем и целом они должны найти отражение и в стандартах. А второе это количественные и качественные показатели фонда. Если вы помните, там были многообразные количественные показатели, сколько должно книг быть, направлений УГС, АКСО, вот это была попытка навязать рынку определенную форму ЭБС, так сказать, мега ЭБС, какую-то мощную, крутую, а именно книгафонд. Вот это, по сути дела, никак не осталось и ясно сегодня, что может быть очень небольшая издательская ЭБС, которая, тем не менее, тот контент, который нужен, предоставляет и никаких здесь вопросов нет. Есть подписчики, пожалуйста. Поэтому вот такие вот показатели видимо никак не отразятся в ГОСТе. Вот к ним еще относится важный момент в том приказе увязывалось соответственный срок издания литературы требований ГОСТов, а это 5 лет для гуманитарной, 10 лет для технической сферы. Вот в ходе сегодняшних дискуссий мы приходим к мнению, что это все-таки те показатели, которые Министерство образования конкретно в ГОСТах каких-то своих нормативных документах устанавливает. Это такие временные контекстуальные, конвентурные даже иногда параметры, которые не должны учитываться в стандартах, которые все-таки на более долгий срок, которые более технический характер носят. Это наверное не должно войти. Еще также была особенно острая дискуссия о качественных требованиях, которые тоже под вопросом должны ли они присутствовать в стандартах. например, наличие грифа. Еще там 10 лет назад это было главный качественный показатель литературы. Но сейчас он ушел из нормативных документов Минобора и постепенно вот эта дискуссия угасла. Потому что гриф сегодня не гарантирует действительно какого-то качественного издания. Ну и отменен он был именно потому, что это уже была тоже борьба каких-то там лоббистских усилий или чисто денежных наливаний ничего он не гарантировал. Во время этих дискуссий нашей работы еще один параметр качественных требований возник, например, гарантированная сохранность книг во время подписки. То, что из ЭБС книги уходит это волнует всех очень сильно. Но вот эти вопросы и вообще коммерческие они связаны больше с коммерческой стороной деятельности, на какие сроки, на каких условиях получаются права. Это большая проблема, но все, что касается содержательной коммерческой стороны, то, что не имеет напрямую дело с техническими показателями, все это очень сложно отразить в стандартах. Вот, собственно, этот файл ставит вопрос, о котором я и говорю, могут ли стандарты регулировать качество контента. Вот, если мы обратимся к этому вопросу качества, который всех очень интересует, то это наличие востребованных используемых учебных процессов изданий, наличие очень важных необходимых жанров, в первую очередь учебники, учебная литература, смежная там справочная литература переводит, это полнота отражения предметных профилей, это качество предоставленных книг, вот те же грифы, это качество метаданных, каталога, библиографических описаний, это формат и качество отражения самой книги, вот, это конечно очень много таких вопросов, которые вот немножко ускользают от формализации, ну например качество научной работы мы знаем определяется в первую очередь наукометрическими показателями цитируемости этой работы, но это вот никак не отразит стандарт, учебная литература определяется широтой использования учебной процессии, качество литературного текста, эффективные методики, глубины изложения материала, но это все тоже очень сложно отразить формальными методами, поэтому вот мы фокусируемся на то, что ГОС должен быть и техническим достаточно бесспорным таким стандартным документом, а о качестве как раз всегда спорят это во многом субъективным моментом, и вот такие элементы они как раз не должны войти и входить в стандарт, вот если у вас не согласие с такой постановкой вопрос с этим мнением, то вы пишите, мы это все в конце обсудим, вот и так я передаю, перехожу вернее к процессу уже реальному реализации нашего стандарта, и так еще в пятнадцатом году МГТУ Станкин, а это базовая организация технического комитета по стандартизации, которая называется информационно-коммуникационной технологией в образовании, зарегистрированной при Росстандарте в федеральном агентстве по техническому регулированию микрологии, вот вот этот вот постоянный комитет, он зарегистрирован международной организацией ИСО, ИМЭК, и нашим Росстандартным, он постоянно разрабатывает аналогичные стандарты, касающиеся информационно-образовательной среды, IT в сфере образования. Вот, на этом заседании было принято решение рекомендовать к разработке ГОСТы, касающиеся ЭБС, электронных учебников. Вот, и по сути дела электронные библиотечные системы в 16-м году, в этом году уже и были запущены с электронным учебником, поскольку это совсем другой сегмент рынка, пока дело затормозилось. Вот, соответственно, была создана рабочая группа из двух подруг, и сегодня в полном режиме работает рабочая группа именно по стандартам ЭБС, участие в которой мы и всех приглашаем. Это открытый процесс. Так, что произошло за это время, в чем заключается сейчас работа? сегодня готовится базовый основной вариант стандарта, который уже потом будет меняться, как-то дискутироваться. И этот базовый вариант черновой возникает тоже в горячих дискуссиях. В рабочую группу вошло около 20 организаций. Это и ЭБС ведущие сегодня на рынке, это и издатели заинтересованные, ну и конечно вузы. И много есть представителей из смежных сфер, такие как АБИС, например, тем, кому этот процесс тоже важен и интересен. Сегодня помимо того, что я сказал, помимо того опыта, который есть, возникли и новой темы дискуссии. Я буквально три таких вопроса назову. Во-первых, к чему относится этот ГОСТ по ЭБС? К системе СИБИД, то есть системе стандартов по информационно-библиотечному делу, о котором и говорила Елена Игоревна Козлова? Или это другой блок стандартов, касающий информационной образовательной среды ВУЗов. В общем, поскольку, как Вы видите, этот стандарт разрабатывается ТК-461, то и относится он уже совсем другой группе стандартов, то есть стандартов информационно-образовательной среды. Он является информационной системой, и именно из этого пункта мы исходим в определении что такое ЭБС, в определении его функций. Вот это важный такой ключевой пункт самой стратегии разработки стандартов. В то же время мы подчеркиваем, что ЭБС это бит электронной библиотеки, мы должны подчиняться основным понятиям, которые утверждены в предыдущем стандарте, о котором рассказывали ЕМИ. Вот дальше вопрос очень острый кому именно предъявляется требование в ГОСТ. Кто им должен соответствовать. Вот то, что мы привыкли в нашей полемике называть ЭБС, это обычно информационные системы, разрабатываемые как правило коммерческими фирмами, вот типа нас издательство Директ Меди, вот ЭБС университетская библиотека онлайн, ЭБС Лань, вот на самом деле это такая постановка вопроса некорректна. Электронная библиотечная система ею должен обладать в первую очередь ВУЗ, то есть образовательная организация. поэтому изначально и в общем-то в документах Минобра эта линия как раз очень четко прослеживается, должна существовать электронная библиотечная система образовательной организации и собственно к ней и относятся кост и все требования ЭБС ООО так называемые ЭБС образовательные организации как совокупность соответствующих ресурсов. А вот то, что мы называли раньше электронной библиотечной системой это собственно подрядчик, это отдельный объект разработки, это контент провайдер, который входит в эту ЭБС образовательную организацию. То есть, как вы понимаете, немножко сама пирамида переместилась в сам фокус зрения и уже по сложившейся традиции мы в нашей дискуссии решили не менять как-то понятие, оставить электронную библиотечную систему как обозначение и для того и для другого, но сущностные позиции эти совершенно разные, то есть в реальности все-таки базово исходной является электронная библиотечная система образовательной организации, а уже она предъявляет такие требования к разным разработчикам, которые они должны выполнять. Соответственно, к нам как ЭБС, как Университетная библиотека онлайн, к Директ медиа, сами по себе не могут быть предъявлены требования, чтобы мы например предоставляли доступ в интернет или книги из РПД мы делаем что хотим, но если мы хотим присутствовать в УЗИ, в электронной библиотечной системе ВУЗа, то мы должны соответствовать всем требованиям, которые ставит перед нами стандарт. вот в этом фокусе мы и становимся по сути дела электронной библиотечной системой. Так что это разделение будет внесено в стандарт и по сути дело это одно из новшеств, инноваций, которые по всю эту дискуссию будут включены. Этого не было в том приказе, о котором мы говорили раньше. Во всяком случае очень было неочевидно. Вот еще вопрос который сегодня дискутируется о удобных понятиях например понятия оператора ЭБС в прошлом стандарте Елена Игоревна как раз осветила, что это хоть и спорное, но очень важное понятие оператора электронной библиотеки, кто собственно ею руководит и использует вот но мы пока решили как раз из-за того, что у нас очень опасное смещение понятий этих ЭБС решили от такого понятия отказаться, потому что по большому счету оператор ЭБС должен обладать очень большими полномочиями по управлению ЭБС и возможностями скажем создавать самостоятельно собственные такие совокупные сервисы создавать программную оболочку какую-то специальную вот на сегодня я примерно представляю что делается вузы вот сказал бы даже такую радикальную вещь то что мне кажется соответствует понятию оператора ЭБС происходит например в Санкт-Петербургском государственном университете там ведется огромная работа по управлению ресурсами которые у них в доступе в том числе и создается собственный единый поиск различный функционал доступа к различным электронным ресурсам то есть это самостоятельно отделенный от самих собственных ресурсов некая сфера и оболочка вот это действительно ЭБС ВУЗа и все остальные это лишь элементы но как правило мы не с такой ситуацией имеем дело а как раз обратно когда существует совокупность ресурсов и условно говоря пользуется учащийся в каждой отдельно независимо друг от друга вот а теперь собственно завершающей части я озвучу вот основные блоки стандарта в виде технического задания для того текста который создается о чем будет упомянуто и должно быть упомянуто в этом стандарте вот это по сути дела блок несколько блоков требований первый наиболее общий он связан с соответственным показателем информационно образовательной среды это и регламент доступа как он прописан в ГОС это и необходимость отражения главной функции ЭБС участие в книгообеспеченности в рабочих программах дисциплин это удобная интеграция с информационными системами ВУЗа это разделение типов пользования пользователей это версия для слабовидящих и вот такие вот элементы которые касаются базовых требований вообще предъявляемых к электронным ресурсам вот второй элемент это юридические требования которые тоже исторически уже практически сложились такие как регистрация базы данных регистрация ПО ЭБС регистрация электронного СМИ то есть эти документы мы заключая контракты с ВУЗами сегодня поставляем их требует это тоже какой-то показатель уровня разработки что сделано не на коленке а серьезными организациями это некая ответственность вот это я думаю все останется никаких революций мы внедрять не будем ну и соответственно это соответствие всем законодательным ограничениям там законодатель об экстремизме о необходимости возрастных ограничений о персональных данных и так далее вот второй блок связан с использованием ЭБС в учебе и работе базовой функционал комфортной работы ну это прежде всего такие бесспорные вещи как наличие полнотекстового поиска ЭБС наличие личного кабинета различных модулей закладок конспектов возможности предварительного просмотра фрагментов возможность создания выборов собственных тематических коллекций это такой ключевой параметр как чтение на мобильных устройствах то что очень важно я здесь подчеркнул чертой полнотекстовый поиск и мобильные устройства на мой взгляд это абсолютно сегодня азбука но не думаю не скажу для вас секрета что во многих даже уже сильно присутствующих на рынке ЭБС вот этой функции нету это говорит о серьезном таком техническом отставании нашего рынка а уж иметь для ВУЗа такой ресурс в которых нельзя пользоваться мобильными устройствами или не существует полнотекстовый поиск но это просто абсурд дальше вопросы которые касаются фонда и контента ну требования к фонду они во многом и в стандарте электронной библиотеки уже прописываются мы то что собираемся перенять например наличие политики формирования ЭБС вот сегодня никто эту политику не формирует а это очень важный документ который позволит клиентам и партнерам четко понять а что все-таки собирает ЭТБ что в ней может быть и следует искать это такая полезная штука второй пункт который ключевой отличает ЭБС от всех остальных электронных библиотек это легальность контента ну хотя вроде бы все электронные библиотеки должны ему соответствовать контент должен быть легальным но вот уже сегодня понятно что ЭБС в отличие от всех всех других электронных библиотек отличается тем что там контент прежде всего от прямых правообладателей так скажем это контент во многом коммерческий и практически весь он представлен по лицензии паблик домен как правило никого не интересует ЭБС и это налагает очень большой спектр требований вот еще один блок это требование к навигации и метаданам тоже существенные вещи для работе наличие полного грамотного биографического описания чтобы это все цитировалось чтобы это все могло войти в карту книгообеспеченность программы дисциплин это тоже есть далеко не все наличие таких вещей как аннотации содержание возможности скачать фрагмент тоже важны для работы наличие грамотного качественного каталога форм группирования контента по тематикам сериям тем по таким важным для вуза параметрам как УГС ВБК и другим классификаторам ЭБС как качественная библиотечная среда должна вот такие сервисы предоставлять вот ну и наконец особый блок требований это касающийся именно работы с правообладателями с защитой данных перед ними одно из важнейших условий чтобы этот контент вообще появлялся в электронной среде гарантии для правообладателями что он защищен что его не смогут копировать его вести потому что как правило издатели на этом живут и соответственно стандарт ЭБС он должен как-то тоже делать прозрачным доступ для правообладателя и гарантировать средства защиты то что файл не передается на компьютер другого пользователя произвольно находится в закрытой экосистеме то есть антипиратские гарантии правообладателю должен предоставляться доступ к статистике внутри системы он должен тоже видеть основные параметры пользования вот и возможности различного удобного пакетного книжного подключения отключения издательских ресурсов сейчас уже таких форм использования контента очень много и в принципе каждая ЭБС базовые формы предоставления контента должна обеспечивать вот и последний блок касается уже информационных сервисов ЭБС во-первых это требование к управлению ресурсами со стороны администрации или библиотеки то есть наличие главного кабинета управления где можно увидеть контингент пользования где можно увидеть статистику использования которая соответствует международным стандартам это отражение изменений внутри фонда возможности выгрузки всякой отчетности которые требуются разными учреждениями отражение ухода и прихода изданий новинок и так далее то есть все что нужно библиотеку для того чтобы понимать что происходит с фондами контента с пользователями еще один блок требований связан уже для того с работой преподавателями ТПС для того чтобы они могли эффективно использовать ЭБС в учебном процессе и имели здесь расширенные возможности ну одни из таких возможностей связаны с публикациями публикациями дополнительных учебных материалов публикации материалов научной деятельности преподавателей это целый спектр повышающий цитируемость авторов то есть то что с них требуется в первую очередь со стороны вуза ну и конечно интерактивная связь с обучающими студентами возможность прикрепления материалов по своему по своим курсам то есть каким-то образом оперировать с ЭБС не просто приходить к ней и читать книжку этого мало для ЭБС ну и наконец информационные сервисы для обучающихся это новация практически только в 15 году введено требование публикации выпускных квалификационных работ и в приказе Минобра так и написано размещать в электронных библиотечных системах вуза вот здесь как раз одно из новых граней открыло ну на сегодня все ЭБС профессиональные адаптировались и предоставляют такие сервисы их надо сделать обязательно вот по сути дела вот я вам описал основную картину и мы подошли к концу нашего вебинара вот надеюсь что все таки у нас несколько минут останется для вопросов прошу написать их но сразу все таки основное содержание моего последнего слайда в том что тот процесс которым я который описал он сегодня открыт если вас интересует вопрос включайтесь в рабочую группу пишите мне на емейл который вот здесь отражу и будете всегда в курсе событий а сейчас что называется самое горячее время вот а сейчас тогда я вижу пока один вопрос к Елене Игоревне вот я тогда включаю ее и надеюсь что по ЭБС вы еще успеете написать несколько вопросов вопрос отражена ли в нормативах ответственность за создание хранения и пользование электронной библиотекой создание хранения и пользование электронной библиотекой относятся в соответствии со стандартом по электронным библиотекам к обязательным функциям То есть есть некий, в стандарте описан некий набор условий, при котором данный массив будет считаться электронной библиотекой. И если данный массив мы считаем электронной библиотекой, то у него должна быть некая политика, то есть должен быть некий регламентирующий нормативный документ, который определяет обязанности конкретной электронной библиотеки. Таким образом, создание ответственности за создание, хранение и пользование электронной библиотекой, конкретная ответственность прописывается в конкретном регламентирующем документе. Спасибо, Елена Игоревна. Так, ну а по моей части один вопрос здесь возник, такой провокационный. Ваше отношение к EBS, ITR, BOOX? Ну, спасибо, конечно, за вопрос. Ну, в общем, это действительно вопрос, имеющий отношение к стандартам, поскольку не секрет, что напряженность на нашем рынке как раз создается такой очень острой конкурентной борьбой, в которой большая доза недобросовестной конкуренции, по моему убеждению. В общем, одна из главных задач, ради которой мы все это делаем, чтобы вот эти элементы убрать и, так сказать, неприятности на нашем рынке каким-то образом изжить. К сожалению, вот уже несколько лет это сделать не получается. Какие-то очень обостренные споры, в частности и у нас, в Директ Медиа, с IPR, постоянные судебные иски. Ну, честно скажу, мы ни одного иска не направили, а в наш адрес уже 7 таких исков, и в настоящий момент это все продолжается. Различные подметные письма, различные попытки как-то дискредитировать. Вот, скажу вам сразу, что мы создавали все вместе АПР как отраслевую ассоциацию для того, чтобы вот таких вещей не было. Но, к сожалению, была и попытка включить IPR-букс как ЭБС в эту АПР, и было поставлено условие всей ассоциации, чтобы отказаться от всех спорных претензий и как бы забыть обо всем, перестать мутить сообщество, что называется. К сожалению, коллеги отказались от этого требования, да, вместо этого они очередной пул исков запустили, и все участники АПР согласились, что это абсолютно неконструктивное поведение на рынке. Вот, так что сейчас IPR-букс не входит в АПР, вот, но тем не менее она участвует в других процессах, в частности является участником рабочей группы по разработке стандарта. Так что это не последнее слово, будем надеяться, что в конце концов все у нас утрясется, и все будут подчиняться каким-то общим правилам приличного поведения. Так, еще возникли несколько вопросов. Согласно ВГОС, в пункте 7.3.4 указывается, что обучающийся должен быть обеспечен доступ к современно-профессиональным базам данных, состав которых определяется в рабочих программах и подлежит ежегодному обновлению. Будет ли это требование, ежегодное обновление, отражено в новых стандартах ФБС? Да, интересный вопрос, спасибо, да, его до сих пор в таком виде никто, кстати, не задавал. Но видите, вот это требование, оно во ВГОС заявлено шире, ко всем электронным ресурсам, которые только есть. И прежде всего к рабочим программам, которые должны, ну не то, что там записать какой-то список баз данных, и там до скончания века. Каждый год рабочие программы обновляются, и они должны обновлять в первую очередь и список литературы, список своих ресурсов. Так что это параметр скорее к преподавателю и его рабочей программе должен относиться. То есть в рабочей программе должны фигурировать важные электронные ресурсы, в том числе и ЭБС. Вот, если, скажем, в этом году преподаватель пишет, нужен доступ к ЭБС и пиарбукс, а в следующем году он пишет, нужен доступ к ЭБС университетской библиотеке онлайн. Вот это и есть ежегодное обновление рабочих программ. А что касается нас, то мы и так постоянно обновляемся, у нас все меняется, мы в постоянном обновлении. И вот я просто не вижу непосредственно, что вот такой момент касается именно стандартов. Он касается не ЭБС, еще раз, а преподавателя и его рабочей программы. Вот, собственно, на все вопросы, похоже, я ответил. Спасибо, что они были. Спасибо, что вы были вместе с нами и отнеслись серьезно, заинтересовались этим важным таким аспектом нашей деятельности общественной. Вот, что ж, тогда еще раз приглашаю вас и дальше следить за этим процессом, включаться в него. В общем, отправляйте по моему адресу свои просьбы, если кто хочет включиться, и будем вас все время информировать. Ну, а на нашем учебно-методическом центре, на сайте АПР, вы будете всегда видеть какие-то важные шаги, когда будем приглашать уже для обсуждения готовых документов. Добро пожаловать. Таким образом, прощаюсь со всеми вами. Хорошего вам дня и всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.